Представлюсь для начала. Я подполковник запаса. Чуть больше года провел в Сирии вместе с войсками Республиканской гвардии в качестве волонтера, военного репортера. Я занимался съемкой и, естественно, изучением того, как действует сирийская армия, какие проблемы возникли. И я уже озвучивал ранее и хотел бы вам рассказать, чтобы обсудили люди, которые, может быть, не связаны с данной темой, плотно со стороны, посмотрели о возможных угрозах, именно по сирийскому опыту, об угрозах, которые могут возникнуть у нас. Об актуальности опасности, повторения у нас. Ну, я раньше, полгода назад говорил, ливийско-сирийского, а сейчас, к сожалению, не ливийско-сирийско-украинского сценария. Не так давно я даже не уточнял, чьи слова были. Один из военных теоретиков наших, я фамилию не люблю запоминать, сказал, сегодня российская военная наука не дает нам четкого понимания того, какой будет, какой, возможно, война. Поэтому мы будем готовиться к чему-нибудь. В двух словах так. На самом деле, если военная наука нам такого ответа не дает, это очень печально, потому что ответ этот есть, абсолютно понятно, какого типа война наиболее вероятна сегодня. Концепции современной войны абсолютно изменились и вызвано это следующими причинами. Развитие противостояния СССР-США привело к тому, что средства поражения постоянно совершенствовались и усложнялись. Возникла ситуация, когда средства поражения стали стоить дороже объектов поражения. И война в том виде, о котором мы думали в советское время, в постсоветское, война с помощью высоких технологий и армий высокого уровня, она невыгодна. Я думаю, все согласятся с тем, что война это прежде всего экономическое понятие, то есть она имеет экономические корни. В результате войны любая сторона пытается достигнуть какого-то результата, который можно будет затем конвертировать в экономику. И сегодня ситуация такова, что современная армия при агрессии против какого-либо государства не способна с приемлемыми затратами победить. Да, потери агрессора, даже не говоря о том, что возможен всегда ответный удар, оружие массового поражения у нас очень сильно распространено, которое однозначно сделает потери неприемлемыми. Даже обычная агрессия сильной страны против слабой экономически невыгодна. Потери настолько велики экономически именно, что весь смысл войны теряется. Это показала Югославия, где НАТО понесло расходы, такие, как будто оно проиграло войну. Ну, пример, да, я не знаю, знаете, нет, более 2000 крылатых ракет, более 3500 самолетовылетов не смогло уничтожить схильенькую ПВО Югославии. Войска НАТО не смогли начать операцию до того, как политическим способом была решена задача. А там агавки сколько стоят? Я не продаю там агавки, но в миллионах долларов. В советское время миллион долларов, один миллион долларов. А сейчас 10, наверное. Да, да, да. А для них адекватных целей просто нет. 20 миллиардов они только на ракеты выкинули. Да, да, да. А только одни ракеты. При этом... Ну, домик разрушат. Да, да, ну, домик разрушат. Ну, уничтожат бронетранспортер, да, который стоит там 300 тысяч. И именно это, вот на мой взгляд, по крайней мере, а не какие-то политические причины, было отсутствием удара по Сирии в Соединенных Штатах. Они могли победить, но стоимость этой победы была бы такая, что все положительные последствия опрокинули бы результат. И поэтому была создана концепция нового способа ведения войны, террористическая война, с помощью дешевой массовой силы, нанимаемой на месте или в сопредельных государствах. Тысяча необычных боевиков дешевле одного подготовленного солдата со современными средствами ведения войны. Джавелин стоит, как тысяча боевиков. Один противотанковый комплекс. Поэтому тысяча боевиков, вероятность, что они больше урона несут. Террористическая армия дешевая, массовая, эффективная, плюс нет возможности ответного удара. Потому что террористическая армия, она никому не принадлежит, не по кому наносить удар. Все знают хозяев армии, кто ее спонсирует, но формально претензий никаких не предъявить. Террористическая война такая складывается из нескольких компонентов. Первый – это снижение жизненного уровня сопредельных стран и создание в них точек нестабильности. Мест, где можно набирать боевиков, где конфликт вялотекущий позволяет проникать через границу, где оружие на руках у населения. И это позволяет вблизи с границей государства создать постоянный источник боевиков. Снижение жизненного уровня в странах соседних приводит к снижению стоимости боевиков. Развязывание религиозной или национальной истерии, работа СМИ и затем последнее спонсирование и обеспечение оружия. Украина на самом деле, на мой взгляд, подходит именно по параметрам. И происходящее в ней, как страны подготовки плацдарма, мы смотрим сейчас, что происходит на Украине. Вот это сам процесс и был задачей. То же самое в Сирии. Всем абсолютно понятно, что боевики победить не могут. Но это не цель победы. Победа именно сама нестабильность. Процесс войны. У нас в качестве источника живой силы могут быть гастарбайтеры, если у них жизнь не задалась там и не нашел себя здесь. Местные пребывающие ваххабиты. Ваххабизм сейчас у нас, к сожалению, начал очень сильно продвигаться. Это религиозное течение, которое не признает полтонов. И они готовы умирать на самом деле. Плюс огромным подспорьем возможному агрессору будут вернувшиеся из Сирии наши боевики из Чечни. Они однозначно говорят о том, что в Сирии они готовятся к войне здесь. И националисты, как ни странно, русские. Потому что они будут источником, скорее всего, создания столкновений. И мясом с другой стороны. Мне очень многие говорили, что у нас такое невозможно, как в Сирии, потому что у нас нет такого массового ваххабизма. Ну, вот на Украине оказалось возможно развязать войну в короткие сроки с минимальными затратами. У нас повод найти всегда можно. Совершенно без разницы. Это религия, национальность, экономика. Повод это всего лишь повод. А мясо для него всегда найдется. Чем опасна террористическая война, в отличие от обычной? Если в обычной войне армия воюет против армии, то в террористической, цель которой не победа, а сама война, боевики воюют против населения. И ни одна армия мира сегодня защитить свое население от боевиков не в состоянии. Все армии заточены, абсолютно все, не имея значения государство, уровень, не уровень его, не технические возможности. Все армии предназначены для того, чтобы противостоять такой же армии. Потому что, вот небольшой пример, да, тысяча боевиков в Джобари способны занять территорию, для выбивания с которой их необходимо не менее 50 тысяч солдат. Почему? Потому что, как армия может защитить, ну вообще, как принципиально защитить население? Это нужно защитить каждого человека, все территории, то есть нужно оцепить надежно так, чтобы боевики не прорвались, да? А это значит, а боевики могут напасть с любого направления или изнутри. И это нужно внутри насытить войсками. То есть, ни одно государство не в состоянии содержать армию, которая сможет защитить более одного-двух населенных пунктов одновременно от боевиков. То есть, если привлечь все вооруженные силы, Россия, они смогут защитить Москву, допустим. Насытить ее войсками так, что боевики не смогут действовать. Или Ленинград, или Новосибирск плюс Хабаровск. Все. Именно поэтому удивляются многие, почему армия Сирии там дошла уже до 600 тысяч и не в состоянии победить. Нельзя победить в этой войне армия. Армия не способна. Потому что задача обороны всех населенных пунктов одновременно невыполнима. А боевики, в отличие от классической армии, могут атаковать любой пункт в любое время и несколько одновременно. Если при наличии линии фронта у нас есть определенные линии соприкосновения, то в случае террористической войны вся территория полностью страны является линией фронта. Никаких войск принципиально не хватит. Норд-Ост показал нам, что 20 практически невооруженных боевиков, легкое стрелковое оружие, в течение трех суток уничтожались практически всеми контртеррористическими подразделениями страны. При этом были жертвы населения. Объект кинотеатра этот, это не самый сложный в плане очистки. Жилой дом намного серьезнее, проблемы вызывает. И при этом практически все контртеррористические силы потратили трое суток. Если таких групп, к примеру, будет 50, а тысяча человек это элементарно набрать, то они смогут мало того, чтобы парализовать такой город, как Питер, на Москву может быть полторы тысячи нужных, плюс уничтожить огромное количество населения и без разрушения объекта их нападения уничтожить их нельзя. Примеры в Сирии очень понятны. Там, где армия пытается самостоятельно уничтожать боевиков, город в результате все равно сносится. Потому что еще со времен Великой Отечественной войны на самом деле известно, что город взять нельзя, если он обороняется. Пока он не разрушен. Все города или сдаются, чтобы избежать разрушений, противник отступает, видя преимущество, или разрушаются. Сталинград, Берлин, яркие примеры. Города, которые оборонялись. В случае с террористами все намного сложнее еще. Потому что террористы, их задача терроризировать мирное население. Им не нужно вступать в противодействие с армией. Наоборот, они пытаются этого избежать. Их цель. Безоружные граждане. А милиция вообще у нас является одним из объектов, который поможет боевикам. Потому что, опять, я все на примере Сирии рассказываю. Самые эффективные удары, где боевикам взять оружие? Им нужны начальные единицы. Затем они атакуют участки милиции, которые не защищены абсолютно. Набирают оружие там. Затем они с этим оружием атакуют армейские склады, которые находятся в тылу и поэтому не защищены. Набирают тяжелое вооружение. То есть даже без внешней подпитки в течение нескольких суток любая армия практически террористическая способна вооружиться. Ни армия, ни милиция, ни контртеррористические подразделения, которых просто мало, справиться не в состоянии. И, к сожалению, решение очень сложное. И оно видно, но почему-то об этом никто не говорит. Я не знаю причины, почему никто не думает о таком варианте среди нашего командования. Но Сирия явно показала, что единственным вариантом защиты населенных пунктов это наличие в них ополчения. Только ополчение, опирающееся на армию, способно обеспечить защиту населенных пунктов. Что подразумевается под ополчением? Это не гуляющие по улицам мужики с автоматами постоянно. Группы ополчения, вот как в Сирии сделаны. Это люди, гражданские. Большинство из них служили в армии, но не обязательно. Они знают, как связаться с командиром. В случае чего. Командир это офицер армейский. Действующий или запасен. Он их периодически собирает, они знают друг друга, слаживает их. И все, и они живут мирной жизнью. Они знают только сигнал, командир знает, где получить оружие. Преимущество таких отрядов ополчения перед армией и боевиками в том, что они все воюют, в отличие от армии, на своей территории. Они ее знают. То есть отряд ополчения, он не должен постоянно быть в боевой готовности, но он должен иметь возможность собраться, быть управляемым и иметь координацию с силовиками. Без этого ни одного случая нападения бандитов в Сирии, извините, я оппозиции слова не употребляю, потому что оппозиция это нечто иное, ни один случай нападения не был предотвращен. Там, где нет именно ополчения, взаимодействующего с силовиками. Там есть? Что? А какие были места, где ополчение было? Да, есть места, в Алеппо некоторые районы, туда так боевики не смогли войти. Хомс, в Джобари один из районов, ополчение его просто не пустило никого. И под Дамаском, ну много таких районов. Но опять же я говорю, что если ополчение только самостоятельно действует, то есть снизу на самом деле эта инициатива, к сожалению, к огромному сожалению, я бы хоть сейчас начал собирать отряд, но без взаимодействия с силовыми структурами оно бесполезно. Потому что, вот, пример, в Латакии, деревне, у них отряд ополчения был отличный. Но тысяча жителей круглосуточно может выставить не больше 10-15 человек. Им нужно работать, им нужно спать. То есть охранение населенного пункта численностью тысячи человек, это не больше 10-15, даже во время войны. И группа боевиков в 100 штыков его опрокидывает. А если их 2000, они даже не замечают этого ополчения. Задача ополчения не армейская функция, да, остановить на линии фронта. Задача как можно быстрее блокировать противника, который уже ворвался. Прекратить его распространение и уничтожать, как бы, контрпартизанская борьба. Боевики используют партизанские методы нападения на гражданские объекты. А это партизаны против партизан. А армия нужна только для того, чтобы поддержать огнем. Потому что мощность армейских сил, естественно, она выше. То есть основное действуют ополченцы, и у них на плечах сидит армия, достреливает. И только в этих случаях реально или не решаются боевики входить, или очень быстро уничтожаются без разрушений. Все остальные, к сожалению, случаи... Ну... Только отрицательный опыт. На самом деле, на эти, так называемые, несчастные террористические угрозы, можно не обращать никакого внимания. Но что такое НОРТОС? Это несколько часов ДТП по всей России. Все потери. Просто несколько часов. Нет. Что такое взрыв какого-нибудь троллейбуса в Волгограде? Нет, взрыв троллейбуса это мелочи все. Террористическая война это немножко другое. В том же Волгограде и... Это разовые акции. Они значения не имеют в качестве угрозы. А вот я говорю, если, к примеру, в 10 городах одновременно по 30-50 террористических групп просто начинают тупо уничтожать население. Вот что нужно с этим домом? 10 человек идут по подъездам, выбивают дверь и расстреливаются. Где не выбиваются из гранатомета, выбиваются гарантированно. А таких домов здесь за 2 часа вот этот дом будет вырезан. Весь. Перешли в следующий дом. Представьте 50 таких групп в Питере, которые просто идут и тупо уничтожают население. Ну, задача же этих самых террористов, я могу с одной и с другой стороны, я так понимаю, еще и посмотреть, как будет реагировать власть на это дело. Может ли она, может ли... Ну, да, да, это единичный, говорит, актов. Тот же Тон Нор тоже, допустим, показал, что у нас просто нет необходимых средств и этих самых... Ну, на самом деле их нигде нет. Это для того, чтобы предотвратить, во-первых, а во-вторых, локализовать то, что произошло. Соответственно, надо сказать, тот, кто оплачивал эти террористы, он понимает, насколько государство... Уязвимо. Уязвимо. Уязвимость очень высокая. Самостоятельно. Говорят, почему там в Мариуполе не создалось ополчение, не защищают. Граждане реально не способны самоорганизоваться в боевую структуру. Даже если они поддерживают, это не имеет значения. Поддерживают они или не поддерживают самостоятельно граждане, организоваться в боеспособное подразделение не способны. Они могут организоваться в толпу, которую сто организованных боевиков расстреляют. Независимо от наличия у граждан наружу. Такого ополчения нет. Обучение же нужно какое-то? Конечно. Я и говорю, что командир их несколько раз, по крайней мере, их собирает, боевое слаживание проводит, стрельбы определяют на местности, как они действуют, в какой ситуации. То есть какое-то обучение есть. Возможно ли в стране с высоким уровнем жизни вообще появление... Наемников и граждан. Наемники среди населения. Нет, я понимаю, что возможно ли среди населения которые обладают большим уровнем жизни. То есть, грубо говоря, я хорошо живу. И только я вижу, приходит какой-то бандит и начинает угрожать моему благосостоянию. Да нет, он вам отрезает голову просто. Не, ну одному, двух, ну там, все остальные, я видя, что что происходит, каким-то образом не могут сопротивляться. Не могут. Я вас убеждаю, что население не способно организовать сопротивление организованное боевое. Да, они под руководством армии. Вот когда под руководством армии оно заранее организовало сопротивление до начала боевых действий. В чем вся и проблема. Когда начинаются боевые действия, тогда уже поздно организовывать. Нет времени ни на обучение, ни на слаживание, ни на организацию взаимодействия. Плюс, если в населенном пункте уже есть боевики, они не дадут создать ополчение. Они не дадут вам тренироваться, собираться вместе. Собрались двое, одного, значит, застрелил снайпер сразу. Понимаете? Они очень жестко действуют. Население находится... Те боевики, которые не представляют лохабиты, чего хотят? Денеги? Да что же еще не хотят? 50 долларов в месяц они хотят. Некоторые 100 хотят, а некоторые очень такие мечтатели 150. Без половины года у них идет война, и они ничего сделать не могут. У нас с ГАИ плохо, с армией не знаю как, с солидарностью тоже плохо. Если у нас что-либо возникнет, то нам будет... Последствия будут хуже намного, да. Я вот в нынешней ситуации, я... Я хочу перевести разговор на Россию. Это исключается возможность, что у нас пронесется? Вы исключаете эту возможность? То есть это гарантированно состоится? Я не оракул, но вероятность высока, я считаю. Я считаю, что все идет к этому. По крайней мере, происходящее в мире явно показывает, что война уже началась, на мой взгляд. Да, война мировая началась уже. Вот события на Украине, я, например, я уже сказал, оцениваю как подготовительный этап вторжения. Один из... Я не говорю, что завтра именно куча... То есть сценарий предполагается такой же? Я думаю, что да. Он успешно себя... Ну, а как же тогда последние социологические исследования, по крайней мере, наших, тех самых, о том, что поддержка Путина порядка 80%... Ну, и АСАДА поддерживает 80%. И все остальное, принятие различного рода антитеррористических, антисминезаконов и так далее, то есть законов, которые полностью регламентируют поведение всего общества, которые, в принципе, не дают лишнего слова, лишнего шага делать. А как это влияет на войну? Нет, что мы сейчас делаем? Это не если как раз превентивные действия, которые... Они неэффективны абсолютно. Если кто-то считает это превентивными действиями, то он ошибается. Если, грубо говоря, за любое высказывание... А боевики не высказываются? О Великой Отечественной войне... Они... А почему? Я не к этому... Я не знаю, что это правда. Если за любое высказывание о той же Великой Отечественной войне, об отношении отделения-неотделения, разделения России, национальности, тебя могут посадить на 5-10 лет, то население просто тупо молчит. А почему население... Это потому, что если население... Главное же, если население не поддерживает боевиков и всех остальных, то боевики не появятся. Да что ж... Ну в Сирии население не поддерживает боевиков. Боевики не спрашивают населения, поддерживают их или нет. Они приходят, его и грабят. Честно вам скажу, никакая поддержка населения террористам не нужна. Они приходят для того, чтобы его убивать. Тогда они не смогут поменять власть. А зачем? Да им это не нужно. Я же объясняю, так в России-то... Их власть нет не нужно. Что в России завоевать, нужно власть поменять? Не надо в России завоевывать. Зачем менять власть таким образом? Не надо. Завоевывать никто не собирается. Так я так слышал, что завоевывать не собирается. Суть войны в том, чтобы уничтожить страну. Как экономическую единицу. Понимаете? Хаос цель войны. Не захват ее. Для этого не нужно... Для этого не нужно завозить туда боевиков. У нас, грубо говоря, Россия, она и так разваливается, потому что у нас менталитет и взаимоотношения в стране, самой же властью, навязываются таким образом, что просто люди, которые хотят нормально жить, и которые способны жить, и талантливые, и так далее, просто уезжают из страны. Не нужно сюда боевиков завозить. Мне кажется, что в России наличие и присутствия боевиков... Это самый простой и дешевый способ на сегодня. Сколько России будет лет разваливаться еще? А ждать никто не хочет. Они хотят сейчас профит поиметь. Сирия тоже, может быть, через тысячу другую лет сама бы развалилась, может быть. Но никто не хочет ждать ни тысячу лет, ни сто, ни десять. Если смотреть со стороны, то Путин устраивает вполне наших оппонентов. Потому что... Если он устраивает, это Игорь Носковский. Нет. Дело в том, что он устраивает, если будет заварушка, то он будет еще долго устраивать. На самом деле, сегодня, вот я говорю, именно вот этот концепт... Извините, пожалуйста, перебиваю. Вот эта концепция террористической войны принята. Она только в небольших странах. Да нет. Она не имеет значения. Ну, Сирия, а что действительно? 25 миллионов населения. В Украине 50. Украина 50-60, да? 45, я сейчас сказал. 45, да? Ну, суть в том, что достаточно большие страны это все-таки. Это не... Да, по площади мы посчитали, что это Украина. Но суть террористической войны не в завоевании страны, а в разрушении. Потому что разрушенная страна сейчас является приемлемой целью. Просто разрушение. Физическое разрушение экономики. То есть, чтобы это стало ничейной, бесхозной, хаотизированной территорией. То есть, сейчас наша страна разваливается не боевиками внутри страны, а тем, что наша страна вынуждена тратить силы, резервы и свою экономику для того, чтобы каким-то образом вокруг себя стабилизировать стабилизировать. Поверьте, по сравнению с войной это все-таки мелочи. а эти мелочи, они, на мой взгляд, эти мелочи, они отличаются от войны, потому что те американцы, мы сейчас, реально сейчас у нас состояние войны с западом, с Америей. Поэтому, если они, грубо говоря, начнут поддерживать боевиков у нас в стране, то они будут выглядеть в глазах мирового сообщества. официально они не будут поддерживать. Ну, это же всем понимают. Это же всем понимают. Но сирийцы их не любят, считайте. Ну, мы ее не будем любить. А в данном случае, в данном случае, а вот, как с Украиной, американцы и запад, они выступают за демократию, за поддержку населения и так далее. То есть, они выступают в глазах мирового сообщества как прогрессисты, как люди, которые борются за... Ну, кто может реально называть вооруженное свержение правительства демократическим... Вот в том-то и дело, свергли не американцы, свергли, по мнению мирового сообщества, свергли внутренние силы бандеровцы, так называемые, причем бандеровцы тут отношения на самом деле никакого не имеют. Бандера и то, что, так сказать, те боевики, которые там воевали друг другу... И американцы их не поддерживают. Не важно, что они не поддерживают, не поддерживают. Важно то, что в глазах мирового сообщества американцы поддерживают Украину в целом как государство, которое хочет демократических свобод и развития демократическим способом. А если они, грубо говоря, начнут поддерживать боевиков у нас в России, то... выглядят как государство, поддерживающие демократические свободы... Да нет. Да точно так же они будут выглядеть. Они поддерживают боевиков в Сирии и выглядят для всех сторонниками демократии. Они поддерживают снижение правительства на Украине и выглядят для всех. Для кого? Для всех, во-первых. Для себя. Для себя. Ну да. Есть еще что-то? Это все ерунда на самом деле, как будет выглядеть. Они выглядят так, как платят СМИ. Да, это, конечно, не принципиально все. У меня вопрос. Тогда для нас единственный выход остается целиком Украину забирать. Ну, надо так полагать. Про Украину я не думал. Я не предполагал, что будет сценарий вот таким образом именно развиваться. Я думал, что ограничиться они местным контингентом. Думал, что у нас все в порядке на границах. Я из этого строил вывод тот же самый, к сожалению, получался. Но сейчас, вот я говорю, вот эти события, происходящие, они меня, честно скажу, ужаснули не из-за жертв даже, которые там, ну, на самом деле, жертвы. Их жалко, конечно, людей невинных. Всегда гибнут невинные, да? Но жертвы несравнимы с теми, которые могли бы быть. Но сценарий очень некрасивый. И он именно меня наводит на мысль, что, ну, подтверждать мои предыдущие опасения по поводу того, что подготовка ведется и вероятность очень высока. как мы отреагируем? Время еще есть. Я вообще полгода назад я думал, что у нас года 3-4. А сейчас меньше? Сейчас я не знаю. Я сейчас не в состоянии прогнозировать, потому что на Украине не закончилось еще. Я не знаю, как там будет из-за нас. Сейчас спотнеть. Да, да, да. Но то, что если удар будет нанесен, то время сократилось, это скорее всего. Ну что, все еще и что-то. Ну вот. Как-то так. Есть вопрос с кем? На туалетах? Пока нет. Можно, да. На туалетах, пока.